Сегодня я хочу вновь поднять в этом зале проблему уголовного преследования врачей и декриминализации уголовных статей, которые касаются действий медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Ежегодно в нашей стране подается около 4-6 тысяч заявлений следственные органы от пациентов на действия или бездействия врачей. Ежегодно заводится 2 тысячи уголовных дел в отношении медицинских работников. Около 200 дел доходят в итоге до суда. 10% выносятся только решений оправдательных. И, безусловно, конечно, есть те врачи, которые запятнали честь белого халата, есть врачи, которым не место специальности, они действительно нарушили закон, но очень часто бывает, что машина силовая, она когда маховик свой закручивает, она вовлекает врача в этот маховик, и он уже выбраться оттуда не может. Уголовное преследование длится годами. Врачи находятся либо по подписке о дневыезде, либо под домашним арестом, как злостные преступники. Понятно, если это практикующий хирург, он уходит фактически из клиники, потому что ему нужно ходить в суд, ему нужно ходить на допросы и так далее. Ну и моральное и психологическое состояние вряд ли позволят его оперировать. И он уходит в поликлинику. Основная масса уголовных дел заводится в отношении врачей как раз рисковых специальностей. Это хирурги, акушеры, гинекологи, анестезиологи. Я посчитал в совокупности в нашей стране 100 тысяч врачей, которые работают в этих специальностях. Считаем 6 тысяч заявлений, 100 тысяч врачей, 5-6% в год врачей охвачено, соответственно, этими заявлениями и вопросами с силовыми органами. То есть это серьезно, это большой стресс-тест. За 10 лет получается 50% врачей. У нас, к сожалению, созданы специальные отделы при следственном комитете по врачебным ошибкам. У нас есть даже медицинская специализация следователей. Кстати, ни в одной стране мира нет медицинской специализации следователей. И вообще решаются вопросы в других странах медицинского характера, в гражданских производствах, в гражданском суде, а не в уголовном. Поэтому и возникают проблемы. Первое, усугубляется кадровая проблема, потому что выпускники вузов не хотят сталкиваться с судебной системой, ходить постоянно под уголовным делом и не идут в хирургии, не идут в акушерство, не идут в анестезиологи. И сейчас колоссальный дефицит анестезиологов в нашей стране. Особенно это касается центральных районных больниц. Это первый момент. Второй момент. Врачи все меньше и меньше рискуют. Потому что все-таки врачебная специальность – это рискованная специальность, особенно в хирургии. Можно сделать операцию по методичке или какую-то манипуляцию, и пациент выживет. А можно сделать по методичке, и пациент не выживет. Но если сделать не по методичке и применить те или иные, либо новые методы, либо совокупность методов, чтобы его спасти, он может выжить. И тогда хирург думает, что ему делать. Либо у него грозит уголовное дело, если такой пациент умрет, либо, соответственно, он спасет жизнь пациенту. Вот на весах, пожалуйста, либо свобода, либо жизнь пациента. Мне кажется, это не совсем справедливо, и наших врачей необходимо защищать, в том числе от уголовных дел. К сожалению, юридические службы наших больниц очень слабые в этом отношении, занимаются в основном закупками. Никто врачами не занимается, защитных интересов не занимается. Больница потом получает, соответственно, иски, делает регрессивные иски по отношению к врачам, и врачу в итоге все это выплачивает. Соответственно, проблема очень большая. Медицинское сообщество предлагает подумать по поводу медицинской услуги и медицинской помощи по этим понятиям, введение института медицинского обмудсмена, предложить систему медиации спорных случаев, ввести медицинский арбитраж по типу морского арбитража, либо воздушного, ввести страхование профессиональных рисков, к сожалению, они только не будут распространяться именно на уголовные дела, и отдать экспертизу уголовных дел в сферу ответственности медицинских общественных организаций. У нас прекрасная общественная организация, я уверен, они с этим справятся. И подумать о декарминализации 238 и 109 статьи УК в отношении медицинских работников. Спасибо.